16 декабря в администрации состоялось итоговое заседание Молодёжного совета Десногорска. Два последних года внесли существенные коррективы в деятельность молодёжи. Тем не менее, активисты смогли найти себя и адаптироваться к непростым пандемийным условиям. А потому прошедший год был для них сложным, но, как всегда, продуктивным. Мы участвовали в международных мероприятиях, также мы участвовали в городских акциях по благоустройству. Мы участвовали в комфортной городской среде, мы участвовали в патриотических акциях нашего города, мы всегда участвуем в жизни нашего города. Мы любим и ценим его, и хотим, чтобы он развивался. В этом году две программы, составленные активистами, участвовали во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. Проект «Цифровой гид» уже успешно реализуется на мемориале Курганславы. Молодёжная работа требует постоянной модернизации и новых инициатив. А потому в планах у Совета на следующий год расширение обучающих программ. Они будут направлены на обучение молодёжи эффективно организовывать своё время, творчески мыслить, принимать решения и брать на себя ответственность. Для того, чтобы дать молодёжной политике новый виток, нам нужно самим обучиться и стать компетентными в таких вопросах, которые могут помочь нашим ребятам и будущим нашим политикам, будущим нашим деятелям стать более компетентными в этих вопросах. В нынешнем составе под председательством Анны Артамоновой Совет работает два года. Уже на прошедшем заседании в коллективе активистов произошло пополнение. В него вступили два новых члена – учащиеся второй и третий школ. А в январе обновлённому составу Совета предстоит избрать нового председателя.